Я нашла самые странные и развирусившиеся бьюти-продукты. Это просто какая-то жесть. А потом я нашла их на Вайлберрис и решила заказать. В какой-то момент мне пришла даже гниль. Нет, серьезно, это вот сейчас не байбл. Это реально плесень, не гниль. У меня кожа снимается. Очень тяжело. Офигеть. Угадайте с одного раза, что под эту цензуру скрывается. Вот до чего может довести Вайлберрис. Смотрите в этом видео. Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья. Из меня только что очень опасно прилетел пакет с Вайлберрис. Но это не главная опасность. Потому что продукты, которые я рискнула заказать, вызывают еще больше опасений. Номер один. В какой-то момент в социальных сетях стал оберуситься вот этот вот ролик. Я уверена, вы тоже его миллион раз видели. Потому что это тональное средство якобы переживает все. Дождь, бассейн, воду, принятие ванны. Но вдруг кому-то хочется ванну с тональным кремом принять. А почему бы и нет? И вообще в какой-то момент я понимаю, что я нахожу этот продукт на Вайлберрис. И я его заказываю. Я абсолютно не имею ни малейшего понятия, что это вообще за бренд. Я вижу его первый раз. Единственное, что я могу сказать, это только то, что он очень сильно вирусится. Начинаем тестировать тональное средство. Так, сначала давайте немножко нанесем на руку. Посмотрим, как это будет на руке, потому что на лицо очень страшно с первого раза. По текстуре он густой, по цвету он очень светлый. Учитывая, что я еще только-только вернулась с моря, то да, еще чуть-чуть умудрилась загореть. Вот по запаху критично воняет, пипец. Что-то странное. Давайте его нанесем. Наношу, как обычно, любое другое мое тональное средство. Ну, слушайте, растушевывается он прям очень плотно. Такое ощущение, чтобы нормально нанести этот продукт, нужно его нанести очень много, потому что он супер плотный. Я такой плотной текстуры, мне кажется, никогда не пробовала, а я много чего пробовала. Офигеть. Кстати говоря, этот продукт стоит всего 364 рубля. Да, трэш? Итак, я нанесла этот тон, что я могу сказать. Выглядит прикольно, но немножко появился жирный блеск, я его не люблю, но это уже пасовщина, потому что как раз таки в Азии любят вот этот вот glow эффект. Первая попытка проверить этот потрясающий тональный крем будет при помощи салфетки. Беру влажную салфетку, она мокрая, и... Это выглядит очень странно на камере. Она чистая! Она реально чистая, она вообще ничего не сняла. Ну-ка подождите, сейчас будем терять. Эти разную щеку и будем протирать. Нет, ладно, она грязная. Вот если ее протирать, то она становится грязной. А теперь давайте намочим, конкретно намочим эту салфетку. Добро. Салфетка безумно мокрая, она просто стекает водой, смотрите. А теперь мы прижимаем эту мокрую салфетку к лицу и смотрим, что с ним будет. Ну, кроме того, что я истекаю водой, я ничего не... А что ты ржешь? Такое умное лицо было. Реакция людей, когда я выгляжу умной. Мне смешно, что ты смеешься? Вот тебя спрашиваю. Человек так рассмотрит. Этот тон, кажется, на самом деле, что-то вроде водостойкого. Интересно, переживет ли он, если пойти в ванну. Об этом мы узнаем в самом конце видео, когда я буду пытаться отмыться от всего, что будет сегодня происходить. О-о-о-о! Но эти первые два испытания он действительно прошел. Лайк. Номер два. Следующий продукт это пудра. Якобы если припудрится этой пудрой, то любая косметика, которая у вас под ней, она вообще не слезает. Даже если вот так вот сидеть и натирать. В первом, кстати, та же самая. Ну, хочу отметить то, что это выглядит достаточно знатно. И даже, даже я бы сказала красиво. Смотрите, какая-то гравировка. Объемная картинка. Ну, просто роскошество. Честно говоря, если бы я не знала, что эта пудра с Вайлабрис, которая стоила 3 копейки. Боже, я надеюсь, это не паль. Я уже ничему не удивлюсь. Ну, я бы подумала, что эта пудра стоит тысяча две-три минимума. А так эта пудра стоит всего 437 рублей. Посмотрите, и пуховка, и защитная пленка. Давайте тестировать. Тык-тык-тык-тык. Нанесим на лицо. Эта пудра очень светлая, и она очень прикольную текстуру имеет. Такая, знаете, ну как пудра. Вот и вам и описание. Мне нравится. Убираем весь жирный блеск. Будем потом ее тоже тестировать, потому что эта пудра обещает двойную водостойкую защиту. Уж не знаю, кому нужна пудра в бассейне, но, допустим, кому-то понадобилось. Проводить тест. Для начала приложим обычную сухую салфетку. Я прям хорошечно так тру. На салфетке не осталось вообще ничего. Офигеть! Мокрую салфетку в студию. Универсальная влажная салфетка, которую я обычно использую, чтобы туалет протирать. Класс. Да. Прикладываем. Это выглядит очень странно. Ребята, салфетка чистая. Офигеть! Она правда чистая. Ты что? Ты что, не говно с Вайлдберрис? Ладно, там много нормальных продуктов. Пока ты не получаешь плесень, ты так думаешь. Кстати, о плесени. Короче, внезапно очень важный кусок на тему того, как на Вайлдберрис продают гниль и плесень. Вот сейчас вообще без байта, без иронии. Я сделала заказ на всякие декоративные штуки для моей квартиры, потому что у меня сейчас небольшой перестановочек тут делать. Мы делаем распаковку вот этих вот штук, а это искусственные растения. И дальше смотрите, что происходит. Ребята, это вообще не шутки шутить. Просто посмотрите, что мне доставили сегодня с Вайлдберрис. Это искусственное дерево, оно все в гнили и все в плесени. Это реально плесень, не гниль. Тут воняет грибком. Просто жесть. Оно все, понимаете? Оно все в этом. Теперь просто объясните мне, пожалуйста, как на пластике, потому что это пластик. Может быть, вот столько гнили? Это вообще как? Вот серьезно, после вот этих вот вещей можно как-то и объясниться, потому что это абсолютно ненормально. А теперь к вопросу о том, что мы делаем обзор на косметику в этом же самом видео. И просто 10 раз вечера подумайте, когда будет с Вайлдберрис заказывать, потому что если у них пластик вот в таком состоянии, то я, конечно, очень не извиняюсь, но что у них с косметикой? Может быть. Я-то все у нас в мастерах риск делала, а ты не нюхай-то. Это уже не шутки шутить. Это уже реально перебор. Ладно, вернемся к обзору дальше. Продукт под номером 3. Как человек, у которого очень много косплей парикопа, которые разбираются в качестве искусственных волос и в том, как убивать свои натуральные, потому что могу, я решила заказать себе хвосты на резинке и хвосты на крабике. Эта штука сейчас просто нереально хайпит. Все снимают с этим видео, потому что утверждаю, что появились какие-то очень крутые хвосты. В подарок мне дали шпильки-невидимки в одном из хвостов. Я заказала себе несколько оттенков из нескольких разных магазинов, чтобы проверить, какой будет лучше, какой хуже, и мы сейчас с вами и узнаем, насколько они хороши. Итак, вот этот вот хвост с красным окончанием стоил 1080 рублей. Давайте его примерим. Итак, завязываем хвост. Не то, чтобы мои волосы были какие-то особо длинные или они могли нормально использоваться для того, чтобы делать планетелл. Спасите, пожалуйста. Все, хвост завязан. Понимаете, да, о чем я говорю? Выше заказать никак не могу. Ой, похоже на такую фиолетовую тетю из-за этого из-за него какого-то. А теперь выбираем хвост. И прихвастиваем его к моему хвосту. Правда, не представляю, что должно даже в теории получиться. С учетом вот этого, вот просто, посмотрите, как это я должна вообще закрывать, я не понимаю. Что это за хвост? Минутка помощи. Ну, если честно, я не знаю, что это такое, но если бы я знала, что это такое, я бы, наверное, это лучше оценила. Нормас. Слишком много слов, слишком мало смысла. Ну, слушай, вообще не так плохо могло быть. Это что, получается, лайк? Лайк. Жесть. Это что, неговеный обзор? Ладно, вся моя токсичность вышла справедливость, реально это растение. Она меня, правда, до сих пор травмирует и шокирует. Второй хвост, который я заказала, уже на крабике. Заказала, кстати говоря, в двух различных видах глины. На самом деле, этот хвост по качеству абсолютно обычный косплей парик с Алик. Вот знаете, самого такого отстой говно качества, который как бы при укладке выглядит еще нормально, но без укладки это те самые косплей парики из пакета. Вот так вот выглядит этот хвост, только у меня есть один большой квестчин. Я заказывала черный. Прям обычный, самый черный. Это явно не черный, это коричневый. Крэш. Средний хвост, который оказался по какой-то неведомой причине коричневый, стоит 1200 рублей. И у него охренеть, какие крутые отзывы. Давайте попробуем его на голове. Расстаемся с этим прекрасным красным-черным хвостом, который мне на самом деле уже понравился, когда я покривлялась перед зеркалом. Там хвост смогли зацепить даже дети, поэтому и я должна смочь зацепить хвост. Так, ну ай, как он тянет, охренеть, а что он весит? Миллион килограмм, что ли? У меня наручные волосы были в огромном количестве, они так сильно не оттягивали мою башку. Нет, серьезно, мне кажется, у меня сейчас брови на затылку летят. Это просто очень тяжелый хвост. Я не знаю, как это выглядит. Достаточно нейтрально. Если честно, тот хвост гораздо более комфортный был, потому что, ну, его как будто бы даже не ощущалось. А этот прям весит миллион килограмм, он очень тяжелый. А это еще даже не самая длинная длина. Ну что, есть его расчесать? Ааа, это лома. Очень тяжело. Я начинаю поскатить длинные волосы. Ладно. Сейчас у нас будет тест драйв в танцу. Так. Мы решили попробовать повторить оригинал. У тебя ничего не получится. Ааа. Как будто незаметно украсть не получится никак. Вместе с этим у вас там половина волос вышла. И еще один косплейный хвост. Этот, по идее, должен быть черный и длинный. Сейчас надеюсь, что он будет на самом деле черный и длинный. Так, ну я хочу отметить, что, во-первых, я не ошиблась, потому что этот действительно темно-коричневый, а этот прям черный. И, видимо, ошиблись, когда положили оттенок или неправильно его промаркировали. И самый длинный хвост мне обошелся в 1300 рублей. Кстати говоря, не такая уж и большая разница с остальными, но этот как будто бы лучше. Проверяем. А теперь самый длинный хвост из этих всех, который на самом деле черный, от другой фирмы. Он реально очень сильно наэлектризован. Поехали. Ооо, этот гораздо легче, чем тот. Краб гораздо более приятный, он не выдирает башку. Но те волосы по качеству были лучше. Эти прям совсем химозные. Они очень сильно электризуются. Но сам по себе этот хвост гораздо более комфортно ощущается на голове. Эти как будто бы натуральнее выглядят. Серьезно? Да. Причем с такой длиной огромной. Я даже не представляю, ну что за такой чудо человек должен быть, чтобы у него были настолько длинные, натуральные волосы. Еще и такие густые. Все, ты ставишь всем трем парикам лайк, да? Слушай, мы пока что еще ничего не обосрали. Это как-то неправильно ощущается на моем канале. Люди сейчас не поймут, что здесь происходит. Так что в честь этого минутка трэш-контента с Валберис. В общем, в какой-то момент на Валберис я зашла на, видимо, очень запрещенную страницу. Ну, как запрещенную, в открытом доступе. Я даже не знаю, можно ли это показывать на ютубе или нет, потому что мне кажется придется здесь ставить цензуру. Угадайте с одного раза, что под этой цензурой скрывается. Офигеваю, в принципе, от всего. Но больше всего от отзывов. Давайте почитаем их вместе. Заказала помаду, получила шпатель, косметический, широкий. Нет слов. Просто рандомная подборка фотографий. Для счастья, радости, желаю, чтобы деньги всегда были, чтобы все тебя любили. Нет, ну, тушью Вен Собо уже никого не удивить, поэтому нас удивляют помады. Та самая тушь, выбери своего бойца. Черный, розовый или золотой. Между прочим, глянцевый. А какие там комментарии? Ну ладно, мы сегодня не будем обозревать эту тушь, потому что все ее уже давно обозрели. Кстати говоря, тушь нормас. Используем как тушь. Только по назначению. Вот в таком виде приехал товар. Брала на подарок. Тут было место под шутку с зубами. Я считаю, что помаду кусать не надо. И дело не только в ее форме. Контент, который мы заслужили, маленькая, не рекомендую. Наверное, при сборке, упаковке заказа, кто-то открыл и опробовал. И даже до конца не закрутил обратно. Помада повреждена и помята. Сразу в мусорку. Такое дарить просто позорно. И все бы ничего. Но написал это Тимур. Кому Тимур собирался подарить такую помаду? Кстати говоря, ваше мнение. Если бы вам подарили данную помаду, например, и данную тушь. Реакция. А ты бы как это реагировала? Без комментариев. Ответ на чашки. Ужасно. Так, не дайте проверить лайфхаки. Это цифра 4. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас у нас с вами будет рубрика проверка настоящих, лютых фэшн-подиум-катастрофа лайфхаков. Потому что я приобрела те самые продукты, чтобы повторить макияж у этих фарфоровых кукол с последнего показа с бренда Мартан Маржела. Да, кстати, именно так и правильно его произносить. Это французская версия. Произношение есть. Американская, но так как бренда французская, я предполагаю, что французским вариантом его назвать будет правильнее. Для того, чтобы проверить этот лайфхак, которого такового и нет, потому что есть только образ и догадки, я купила себе целый аэрограф. Теперь, когда я пойду по салону красоты на проверку, я могу с собой аэрограф носить. И если я не скажу, что у нас не работает аэрограф, могу им предоставлять. Ну, если он, конечно, выживет после этого лайфхака. Я заказала первый покупавшийся аэрограф, который я только нашла на Wildberries. У него были отличные отзывы, и, если честно, выглядит он, правда, очень хорошо, потому что коробочка супер. Вот что было внутри этой коробки, значит, здесь инструкция, аэрограф. И, кстати говоря, выглядит он, правда, очень круто. И вроде как я поняла, что именно вот эта вот маска-пленка лучше всего работает вместе с аэрографом, чтобы получать максимально вот этот вот фарфоровый эффект. Кстати говоря, вот эта вот роскошь и богатство мне обошлось 1600 рублей. А вот этот продукт я купила за 400. Мне страшно, хотя после этого видео мне уже ничего не страшно. Проверяем. Ну что, давайте попробуем воссоздать эффект фарфоровой кожи. Короче, сейчас мы будем тестировать аэрограф. Я, честно, ни хрена не поняла, как это делать. У меня никогда не было аэрографа и не было опыта с ним работы. Но вроде бы я поняла, для начала мы просто заливаем вот сюда воду. Вот так вот. И вода сразу утекает. Классно придумала. А я не понимаю. Ага, все, вода пошла. Если честно, конечно, пропорции я не знаю, но предположу, что я сделаю примерно вот так вот. Этого будет, по идее, достаточно. Мешать мы будем ватными палками. Снимите плюс чат. Что вы делаете? Маску разобоеваем аэрографом. Наши-то будете прызгать. На лицо. Жесть. Попробуем. Ребята, пожелайте мне удачи, потому что я очень хочу, чтобы этот лайфхак у меня получился. Я решила, что я, значит, сделаю только одну сторону моего лица сейчас, чтобы проверить, насколько вообще будет разница с другой. Первый слой запечатываем феном. Чтобы лайфхак получился, исходя из того, что я видела, нужно сделать целых четыре слоя. Я сделала только первый, пока что результата никакого нет. Так, на суровый слой я уже, во-первых, чувствую скованность моего лица, а во-вторых, я вижу, что местами оно действительно начинает блестеть. Надеюсь, это заметно на камере, но в жизни это прям видно. Погнали, третий слой. И последний четвертый слой, но здесь уже прям совсем вот так вот, знаете, очень сильно схватилось. Единственное, что не везде равномерно покрылось, но, я думаю, это из-за того, что я просто неправильно понимаю, какой состав должен быть концентрация. Но если с этим поиграть, можно реально придумать очень крутой образ. Погнали, последний четвертый слой. Собственно, результат, который у меня получился, если с этой стороны у меня нет мимики, вообще очень тяжело разговаривать, честно. Но в целом мне правда нравится. То, что я вижу, это выглядит очень здорово. Если еще приноровиться и делать это более аккуратно, мне кажется, будет невероятно круто. Собственно, сравните сами. По-моему, хайп. Здесь 10, но на самом деле это 5. Как вы думаете, что находится в этом конверте? Возможно, это какое-то любовное письмо, но это не точно. Нет, это... В общем, ребята, это татуировки. Я увидела вот этот тут потрясающий лайфхак, это просто что-то невероятное. Я абсолютно не верю, если что, что это сработает. Потому что мне кажется, если налепить вот сюда вот татуировку и помочить ее водой, вряд ли здесь отпечатывается дракон. Но чем дракон черт не шутит, давайте проверим. Я взяла себе две вот такие вот татуировки с драконами. Честно говоря, мне кажется, они реально достаточно длинные для моей башки. Но посмотрим, потому что так на самом деле не очень-то и понятно. Ты на свою башку будешь делать? Конечно. А на что, на твою? Нет, я удивилась. То, что никто не проверял на своей голове, все на париках делали. Ну, я буду делать на своей голове. Моим волосам уже ничего не грозит. И ничего не жалко. Если что, у меня есть класс накладной. Проверяем. Ну что ж, последнее. Какое-то на удивление сегодня нетоксичный обзор получается. Я искренне надеюсь не разочаровать вас с последним лайфхаком. Ну, в том плане, что он окажется наконец-таки отстойным. Ну, посмотрим. Возможно, теперь контент будет добрый, веселый, вообще хороший и позитивный. Выбирай красную розу или черную розу. Примеряем. Черный дракен или красный дракен. Ну, мне кажется, с красным смотрится эффектнее. Давай красный. Да, попробуем красный тоже. Вы понимаете, что если вдруг сейчас последний лайфхак сработает, это будет первое видео на моем канале, а ему практически 10 лет, а если бы точнее скоро будет 8. Это будет первое видео, где мне все лайфхаки понравились. Первое. Уф. Вот сюда. А ты мне мочишь башку. Уф. Боже, мне очень тяжело вообще улыбаться, там хоть что-нибудь делать, потому что у меня чисто... Вся правая сторона, она немела. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-трэш. Верхняя часть должна получиться. Мне просто давит голову. Что вообще здесь происходит? Ну, понимаешь, сейчас от этого лайфхака зависит судьба всего видео. Нам нужно постараться. О, капец! Да? Да, да, да. Ну что, я думаю, что можно снимать. Давай. Так, я не смотрю, я не смотрю, я не смотрю. Давай, давай, давай. Охренеть. Так, все, подожди, потерпи чуть-чуть. Чуть-чуть. Офигеть! Это сработало! У нас первое видео за столько лет. Обязательно подписывайтесь, лайк и ставьте. Это сработало. Это первое видео, в котором все лайфхаки и средства были нормальные. Не считая гайданого куста. Офигеть, это так круто выглядит. Это полный фэшн. Это полный вообще трындец. А теперь то, чего вы так долго ждали. Я сейчас буду пробовать это снять. Я это снимаю. Жесть! Кожа реально снимается. Ребята! Кажется, это жутко. Обязательно напишите мне в телеграм-канале, какие еще лайфхаки или, возможно, какие еще артиклы с Wildberries проверить. Я обязательно все куплю. Только, пожалуйста, не подсовывайте мне говеный куст. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Жду вас в моей телеграм-канале. И, кстати, вот это видео тоже хайповое было. Пока. Прошло всего-навсего полгода с того момента, как я рассказала вам о том, что у меня появился свой бренд одежды бездна. За эти полгода мы проделали просто невероятную работу, начиная с того, чтобы бренд в своем изначальном ассортименте имел всего 4 позиции, заканчивая тем, ну как заканчивая, находясь в процессе того,